...разрушаете. Результат будет печальным. Это полная разруха этого человека. Понятно, что он недостоин веры вашей, но если вы всё-таки начнёте с молитвы копить в себе эту веру, то вы его взрастите ей, своей верой, и своей дочери дадите возможность иметь хорошего мужа. Но если вы будете его своим сознанием разрушать, как вы сейчас делаете, тогда, несомненно, он будет разрушен. Потому что вторая, третья ипостась женщины — это разрушительница. Это тоже описано, есть такая богиня, её называют Дурга. То есть она разрушает всё. То есть когда женщина входит в это состояние, то камня на камне от хорошей судьбы не остаётся у человека. Она себе разрушает при этом судьбу и своему близкому человеку. Ну то есть это означает, что она соткана не из любви, а из проклятия одних в это время. Она всё проклинает, что встречается на её пути, и не даёт никаких шансов восстановиться. И вторая ипостась — это ипостась, которая возникает в результате знания. Когда женщина обретает знания, как правильно жить, она делает своего мужа очень влиятельным. Он становится властителем мира. Ну то есть женщина, которая соткана из знаний, она понимает, как правильно жить. Она это знание через сердце и любовь передаёт своему мужу или своему зятю. И он становится очень образованным, внутренним, понимающим, как правильно жить. Когда женщина действует как разрушительница, всё знание уничтожает в своём мужчине. У неё нет никакого знания. Поэтому выбирайте женщину, и у вас есть только два варианта. Первый вариант — взращивать своего человека, второй — уничтожить. И вы можете сделать и то, и это. Причём в этом мире так устроено, что женщина, которая уничтожает то, что им Бог дал для развития работы, а именно он дал вам объём работы, потому что всегда, когда человек приходит в вашу жизнь, он несёт с собой объём работы. Вам надо трудиться над ним для того, чтобы он стал сильным. Для этого надо быть послабее и вдохновлять его. Не самой пытаться быть сильной и уничтожать его. Это два неправильных поведения. Самой пытаться за него всё делать и уничтожать его. Это два неправильных поведения, идущих от незнания. Второй вариант — прощать и вдохновлять, но при этом самой не перенапрягаться, сохранять в себе женские силы. Ну, допустим, надо поработать, ну, поработайте, но не надо перенапрягаться. И надо на себя вешать нагрузку своих материальных желаний. Поймите, женщины, вы работаете только по одной причине, что вам хочется больше, чем муж вам может дать. А это и есть засада. Женщина всегда, когда работает, она проклинает семью. Ну, имеется в виду, работ слишком много. Понимаете, она проклинает семью тем, что в ней нет любви, дети невоспитанные вырастают. Когда у женщины не хватает энергии любви, все становятся больными, потому что эта энергия лечит, также восстанавливает здоровье и так далее. Поэтому женщина, которая хочет больше от жизни, чем муж ей может дать, и не принимает судьбу, она ее же и разрушает свою собственную судьбу таким образом. Потому что она за него начинает работать, когда женщина становится сильной, мужчина сразу становится слабым, потому что шансов у него нет быть рядом с сильной женщиной сильным. Просто шансов нет. В этой песне вы это услышали конкретно, он уже воет. Он же не знает, как ей сказать, что, пожалуйста, успокойся, дай мне возможность самому сделать то, чего тебе в жизни нужно иметь. Дай мне возможность это сделать, а просто прими меня, как того человека, который будет тебе это давать. Верь в меня, и ты из меня вырастешь силу. Я могу все, что угодно, спасти тебя, вытащить, куда чудо запросто сделать для тебя. Если ты сможешь вот именно в меня поверить, как того человека, который тебе даст счастье. Это и есть ключ к успеху любой женщины. Поверить именно в этого человека, что он вам даст счастье. А вера это через молитву идет. Потому что женщина, что она делает обычно? Она сомневается, что это ее судьба, что именно этому человеку надо отдать свою жизнь. И в этих сомнениях протекает вся жизнь, а потом эти сомнения рождают измену. Потому что, когда мужчина видит в глазах женщины не преданность, а сомнение, у него теряются силы сразу. Он перестает быть вдохновленным, развиваться. Он начинает пить, депрессировать, страдать и лежать на кровати. Вот в чем корень. мужской депрессии, в том, что в нем кто-то сомневается. Да? Не суждено? Все говорят. Астрологи и так далее. Как зовут человека? Вы с вами? Не суждено ей вместе быть, да? Что это значит, да? Включите микрофон. Видящего? Что видящего? Включите. Включили микрофон? Дайте ей. Судьбу и... Хорошую или плохую? Ну, если она в ней суждено выясняется, что она суждена... Нет. Он видит хорошую судьбу или плохую? Хорошую поединился. Ну, тогда почему Бог вас соединил? Зачем? Он вас держит же вместе? Зачем? Или он играется так в нашей жизни? Поддержал чужих людей, поддержал чужих людей вместе, потом развел... Он играется в нашей жизни? Или зачем он вас держит вместе? В чем причина? Значит, жизнь — это не любовь, а происхождение уроков просто. Получается, люди вокруг пешки, которые наши уроки осуществляют, а не личности, которым надо отдавать свою жизнь. У нас папа есть? Отчего? Он пил очень чистый. А почему он пил? Я говорю про вашу судьбу сейчас, а не про ваши ошибки. Почему он пил? Наверное, не хватало веры в мужское начало. Вы родились уже в такой семье, где не хватает веры в мужское начало. Сейчас перед вами уникальная личность находится рядом с вами. Такого человека в жизни вы больше никогда не получите. А он таких, как вы, получит сотню. И вы в нем постоянно сомневаетесь, потому что у женщины в природе заложено грызть сук, на котором сидишь. А кто ищет, тот всегда найдет. Вот если я сейчас свистну экстрасенсов, астрологов, которые хотят разрушить мою жизнь, они с удовольствием это сделают. Почему? Потому что так устроена природа. Когда человек хочет подтвердить свои глупости, природа их подтверждает. Находятся ясновидящие, яснослышащие, которые разрушают, ясно разрушают нашу жизнь. Вы просто боитесь трудностей своей судьбы. Вы не хотите ее принимать. Вам тяжело просто жить. И вы не понимаете, что это тяжело было создано вами в прошлой жизни. Вы не понимаете, что вы все равно, вам все равно его придется принять и прожить. Все равно. По-любому. Вы не сможете от этого никуда убежать. Вы не принимаете этого человека просто потому, что вы не принимаете свою судьбу. Так же, как вы не принимали своего отца. И до сих пор вы его не применили, кстати. Да нет, ничего не удалось. Пока вы не можете встать на тот стержень своей судьбы, в котором вы должны жить. Я не буду вам доказывать, что этот человек должен быть рядом с вами. Потому что это унижение. Зачем мне унижаться перед вами и вам это доказывать, если вы не хотите это принять? Ну? Мы сейчас поговорим об этом. Нормально. Мы поговорим. Но сейчас нам надо, так как она пришла ко мне, это любимый для меня человек. Она пришла, она старалась, хотела узнать правду. Я не могу сейчас ее бросить и как бы закончить с ней разговор. Понимаете? Что вы хотите еще у меня спросить? Как ведете? Какая вы есть, так себя ведите. Вам надо расслабиться, раскрепоститься. Он все примет. Он сильный человек. Он будет. Он и так вас такой принимает, какая вы есть. Ну, он старается, по крайней мере, старается. Он старается, будет и дальше стараться. Раскрепоститесь рядом с ним. Это ваша судьба. Вы успокойтесь, расслабьтесь. Будьте самим собой. Раскрепоститесь. Не бойтесь мужского начала. Он ваша защита, ваша опора, он ваш человек. Просто вы еще не достойны почувствовать его своим. Вы не достойны опереться на кого-то сейчас. И вы думаете, что это внешняя проблема, а не внутренняя. Когда вы начнете мужское начало верить, с этого момента вы почувствуете в нем того человека, который вас защитит, а сейчас вы его глушите просто, понимаете, рядом с собой. И так как вы его глушите, он поэтому сопротивляется просто. И этим вы занимаетесь. Вы его глушите, веру в него разрушаете, а он сопротивляется этому всеми силам. Вот это ваша жизнь сейчас. Вы вот этим занимаетесь. А вы не глушите его, а взращивайте. Или станьте быть дургой, вот этой разрушительницей. Станьте знающей женщиной или еще лучше верующей женщиной. И тогда вы воскресите в нем личность, он начнет развиваться, сразу чистым, сильным станет. Конечно, женщина, которая злится рядом с мужчиной и бесится, она разрушает прежде всего себя. Я об этом и говорю, что она себя больше даже разрушает, чем человека, потому что такова природа женская. Она бунтует, а надо учиться принять, успокоиться. Остановитесь, остановитесь, успокойтесь. Не пунтуйте, примите все, что есть в жизни. Расслабьтесь, принимайте судьбу, и вы станете счастливы. Вот прямо сейчас в этих отношениях все. Все у вас ваше, ничего вам не положенного нет в жизни. Ходите больше к ясновидящим, к астрологам. Да? Ну, если даже он ходит, не обращайте внимания. Он тоже вас не бросит. А даже если он захочет вас бросить, будет получать по шее каждый раз от Бога. Хорошо? Все решили мы с вами? А, с вами? Нет? Не решили? А почему? Не надо, все нормально будет. Ему тяжело, видите, тоже он как бы чувствует, что... Ему тяжело, когда женщина так себя ведет, тяжело очень. У вас все наладится со временем. Сейчас надо просто ждать, смотреть. Она начнет правильно совести. Я ей все сказал. Женщине всегда не хватает только знаний. Все. Она очень быстро впитывает знания и быстро меняется, когда она его получает. В три раза быстрее... А? А в этом ваша ошибка была. Потому что, запомните все мужчины, вы никогда не сможете передать своей жене знания. Шансов нет. А как тогда? Надо понять, что женщина принимает только ваши поступки. Она никогда не будет принимать слова. Если вы станете таким человеком, как вы говорите, она это увидит и сразу примет и поймет. Но женщина никогда не принимает слова от мужчины. Понимаете, женщину не надо нравоучениями воспитывать. Воспитывайте ее терпением своим и принятием ее как личности. Если вы ее примете, какая она есть, она вам больше поверит, чем если вы будете ей говорить о том, какая она должна быть. В этом заключается глубочайшая ошибка поведения мужчины. Никогда нельзя женщину пытаться воспитывать. Но если женщина видит, что вы ее принимаете такой, какая она есть, она обязательно будет сама спрашивать вас, как правильно делать. И отвечайте ей всегда очень аккуратно, ненавязчиво, как будто бы вы не отвечаете, а просто, между прочим, это говорите. Не включайте свое нравоучение в тот момент, когда женщина вас спрашивает. И она всегда будет вас слушаться. Она будет всегда делать так, как вы хотите, но при этом не надо на этом делать акцент. Согласна женщина или нет? Не надо ее мучить, не надо ее нравоучение читать, не надо. Она сама сейчас будет все, как надо делать. Не становитесь источником знаний для нее, не надо. Дайте ей послушать лекции, давайте. Пускай кто-то другой станет источником знания, она будет вас верить по вашим поступкам, начнет вас верить. Вот как вы будете поступать правильно, она будет больше в вас веры иметь. Еще правильный поступок. Вот вы сейчас ее примете, допустим, вы, допустим, сейчас переломаете себя и скажете, нет, я все-таки хочу с этим человеком жить. Если вы вот так вот раз настроитесь, сейчас скажете, она сразу же очень сильно вас оценит. Тут же просто. Но вам это будет, как бы, очень тяжело. Именно из этого соткана жизнь мужчины. Он должен всегда ломать себя и закалять. Всегда ломать и закалять. Идти, перешагивать через себя. Идти дальше, идти выше. Делать невозможное, понимаете, с собой. И тогда женщина очень сильно ценит. Она очень благодарна за это становится. Мы никогда не будем женщинами. Мы всегда будем брать на себя тяжесть жизни. Мужчины всегда. А женщина всегда будет права в отношениях. И это хорошо. Я не могу всю лекцию только на ответ вопроса. Сейчас вот последний вопрос. Дальше мы еще тему будем другие разбирать. Люди специально пришли их послушать. Я собиралась ставить вопрос. Я слышал отказы, сидящих здесь. Важно, у нас такая ситуация, что... А я очень жду вас в отношениях. Вопрос ваш. Я рад вас здесь видеть. Вы неправильно поняли. Я как бы очень-очень даже спасибо вам большое. На самом деле, мы закончали. На самом деле, мы встречались для меня очень частичные моменты. Это вот про темы мужского начала. Принятие судьбы. Про лежать для отечки в месяц и семейных тех, передных. Мы в общем, живем с человеком 4 года, замужем. После, с момента зачатия востеренности, человек резко перестал работать, выпивал раньше, но сейчас заболен, и ситуация такая, что не пришлось работать на работу, макцепотеку, всякие такие вещи. Он до сих пор только старается на работу, и я всегда хочу понять, у него какой-то силы, когда он хороший специалист в своей области, то или ли ему не везет, или ли ему на плату. Нет, нет, не в этом проблема. В общем, я хочу понять, хотя я молитву пытаюсь менять судьбу, у меня чуть не хватает сил поверить в человека. Я не знаю, как дальше. Я вам расскажу. Вы верите, что я вам расскажу? Да, верю. Точно? Да. Тогда слушайте. Есть две стороны медали любви. Привязанность заставляет людей действовать в рамках только одной. Есть два типа привязанности женщины к мужчине. Одна привязанность заставляет женщину глушить, мужчину глушить, не верить в него, паниковать рядом с ним. А вторая привязанность заставляет женщину баловать мужчину. Привязанность означает сильное ожидание счастья от человека. Нужно настраиваться на святость, на Бога и перестать ждать счастья от человека. Тогда человек входит в золотую середину, в середину победы над своей судьбой. И в этот момент он начинает четко понимать, как ему действовать. Есть тоже две стороны любви. Первая сторона любви – честно служить человеку и вдохновлять его. А вторая сторона – наказывать очень с любовью, честно и сильно. Вот эта сторона вторая у вас вообще отсутствует. Поэтому и у вас психика взорвалась, когда вы услышали про печку. Потому что вы и так уже перележали. Вам надо наказывать своего близкого человека, но наказывать – это более высокий уровень любви. Все зависит от состояния чувства собственного достоинства. Если вы его теряете в отношениях, теряется влияние на человека. Чувство собственного достоинства скопится в бескорыстии. Помолились, накопили силу. Считать, что у вас все нормально, вы приняли свою судьбу хотя бы на время. И в это время просто бескорыстно что-то сделайте. Приготовьте с молитвой мужу пищу. Вы это для Бога прежде всего делаете. Понимаете, у нас самое главное отношение с Богом, а не с мужем или с детьми. Мы для него живем на самом деле. Вот для того, кто сидит там внутри. Просто это трудно понять. Вы просто с молитвой пищу приготовьте, думая о Боге. И если вы так будете думать, вы потом бескорыстно сможете отдать ее мужу. Когда вы что-то бескорыстное сделали, у вас сразу оп внутри чувство силы в отношениях. Это называется чувство собственного достоинства. Означает, что вы потом, когда он плюнет вам в лицо, вы не сломаетесь от этого плевка и не потеряете себя, а просто уйдете только в отношения с Богом уже без мужа. Означает, что вы просто покажете свое могущество в том, что вы можете жить и без его подачек. Когда вы это сделаете, это будет первый урок. Он сразу увидит в вас силу и сразу ее оценит. Человек не может силу предать. Предают только слабость. Он увидит когда, что вы от него немножко подальше, но при этом честно и правильно к нему себя ведете, в этот момент в нем проснется уважение. И когда женщина делает то так, то так, она или искренне служит или искренне отстраняется, потому что человек не хочет вести себя по-человечески с ней, тогда у мужчины появляется картинка, как вести себя с женщиной. Она эту картинку ему сама создает. В результате он начинает ее уважать и начинает вести себя правильно. Но если женщина зависит от мужчины и у нее есть только два варианта – или кромсать его, или баловать. И вы сейчас живете между этими двумя вариантами? Поднимите ручку, я вас потерял. Развод означает, что вы не сдали экзамены судьбы. Развод не помогает, облегчение никакого не дает. Все это просто назначает, что надо опять все заново начинать. А заново очень трудно начинать всегда. Даже само начало очень затруднительно, потому что могут годы пройти, прежде чем это начнется. Поэтому нужно в молитве успокоиться сначала, принять свою судьбу. Вот вы сейчас вот в этой ситуации находитесь. Все побеждаемо, все победимо. Я вижу вашего человека. Он с одной стороны расслаблен вашим перенапряжением, с другой стороны разочарован вашей разочарованностью. То есть вы уже не верите в него и никакой силы ему не даете быть мужчиной. Он подавлен вашей вот этой силой проклятия. Понимаете? Он лежит на печке. Вот. Раз. И теряет себя как личность. Два. А вы помогаете ему тем, что вы работаете и не верите в него. А вам надо наоборот, поменьше работать и побольше с него верить. А это уже душевные силы. Это уже надо от Бога брать. Вы же от Бога не берете ничего. Надо молиться, учиться брать от Бога силы душевные. Своё чувство собственного достоинства укреплять этой силой и действовать правильно. И тогда будет победа. Но вы сейчас мне говорите, Олег Геннадьевич, как может быть победа, если корабль уже тонет? Даже когда он тонет, все равно может быть победа. Может залатать все дыры, в дыры всплыть и поплыть дальше. И он окрепнет, станет сильным потом этот корабль. Это всегда лучше, чем утонуть и забыть про всё. Услышали? Ладно, тогда дальше движемся. Нет, нельзя. Итак, мы разобрали одну из нескольких намеченных тем. Создание семьи в крупном городе. Трудности и преимущества. Некоторые люди пришли из-за этой темы. Поднимите руку, кто из-за этого пришёл. Я для вас сейчас буду говорить. Итак, смотрите. Трудность только одна, это слой жизни. Понимаете, когда ты удручён, вот смотрите, для женщин говорю, если вы находитесь в депрессии, если вы не верите в свою красоту, если вы чувствуете себя одинокой и думаете только об этом, если вы не способны даже принимать усилия для того, чтобы просто улыбаться кому-то, это значит, что вы находитесь в невежестве. Причина невежественной жизни только одна, это атеизм. Значит, у вас нет связи со святостью и всё. Потому что, когда у человека, у женщины есть связь со святостью, она оживает, расцветает, становится румяной и красивой. Потому что это природа женщины быть румяной и красивой. Она не может быть некрасивой вообще в принципе. Она становится красивой просто от отношений с Богом и всё. Потому что Бог наполняет её этой красотой. Итак, если вы находитесь в невежестве, шансов выйти замуж нет. Нужно выйти из этого состояния. Поэтому ваша цель в вашей жизни не замужество сейчас в это время, а установление отношений со святостью наполнится чистотой, наполнится силой в молитве. Изучайте, эти темы есть. Это всё можно узнать. Лекций на эту тему сейчас много. Слушайте, изучайте. Дальше. Следующая идея. Если вы думаете, что для вас главное сейчас утвердиться в жизни и стать крепкой финансово, квартира, машина, всё равно 80% разводов, как ни крути, на семью опереться невозможно. Можно опереться только на саму себя. Вторая ошибка, которая разрушает жизнь. Женщина не знает свои силы. Это объясняет, что любая женщина должна валить на повал любого мужчину. Именно поэтому в древней культуре женщины, обладая большой духовной силой, закрывали лица свои. Но чтобы никому не мучить. Чтобы давать возможность людям нормально жить. Потому что от женщины такая сила должна исходить по идее, что шансов нет никаких не выйти замуж. Очередь должна выстраиваться по отношению к ней. А если очередь не выстраивается, то есть только одна причина. Она ведёт неправильную жизнь. Всё, нет другой причины. Поэтому идея, что я типа одна тут останусь и всё прочее, мне надо устраиваться на работу. Чем больше вы вкладываете в учёбу и в работу женщины, тем меньше у вас остаётся сил на семью и на личную жизнь. Всё, закон стопроцентный. Теперь вы скажете, всё равно мне надо работать, иначе я просто с голоду помру. Факт. Большинство женщин уже в цикнот вошли. Они не могут сейчас сразу всё бросить. Им надо потихоньку из этого цикнота выходить. Но надо понять, что не надо стремиться к кандидатской диссертации, к повышению должности и к увеличению образования. Женщина должна остановиться в этих вопросах, потому что она стареет. У мужчины, чем он становится взрослее и серьёзнее, больше шансов жениться, потому что всем нужны серьёзные мужчины. И он может на 15 лет моложе выбрать. Нет проблем. У женщины шансы тают с каждым днём. Поэтому не надо терять время на всё это образование и излишнюю как бы работу. Нужно погружаться в духовную жизнь женщине, накопить в себе красоту и силу выходить замуж, рожать детей. А потом, если вдруг так получится, что вы сорвётесь, вас бросят, Бог всё равно вам поможет. На женщину всё концентрация всей энергии благочестия в этом мире идёт. Женщина, если, допустим, она нуждается в чём-то, всегда ей преимущество. На самолёт она первая заходит, её пропускают с детьми и так далее. Всегда женщине преимущество, которое нуждается в чём-то. И обязательно этот мир позаботится о вас. Не нужно думать, что у вас есть какой-то путь к поражению в жизни. Если вы настроились на семью, на личную жизнь, какая-то специальность, хорошо, пускай будет, нет проблем. Но не надо дальше туда лезть, в эту пропасть. Она бесконечна. Чем больше вы хотите этих денег, квартир и машин, тем больше одиночество и несчастье в вашей жизни будет продолжаться. И это никогда не остановится. Что касается мужчин, другой совет, совсем прямо противоположный. Женщина, вы услышали меня или нет? Вам трудно будет перестроиться, но вы попробуйте. Постепенно перестроиться, вы увидите больше красок жизни, больше счастья. В конце концов, получите семью, расслабитесь, станет легче жить, примите судьбу, которая вам положена. И вы сможете дальше установить свою нормальную жизнь. Одиночество для женщины означает только одно – неправильная направленность жизни. Не может быть женщина одинока. Она соткана для красоты. Как только она ведет себя правильно в жизни, она расцветает. А если она расцветает, все мужчины падают в оморок, глядя на нее. Мужчина не может победить энергию красоты. Она самая непобедимая в этом мире. И даже женщина в возрасте может валить всех с ног, если она правильно живет. Таланты не надо закапывать в землю. Таланты – это ваше хобби. Если вы сделали все в семье нормально, дальше порыхайте куда хотите. Можете там и там как бы свои таланты раскрывать. Но не делайте из этого жизнь. Это ваше хобби только. Вы этим отдыхаете от жизни талантами своими. Мужчин таланты нужны для того, чтобы развиваться в обществе. Женщине таланты нужны для того, чтобы вложить их в своих детей и отдыхать от жизни. Если вы живете с человеком год и не можете уйти от него, значит, Бог хочет, чтобы вы были вместе. Значит, надо оставаться. Много сомнений – это нормально для женщин. Женщина соткана из сомнений. Что бы я ни сказал, все равно будет так, как надо. Если вы должны остаться с этим человеком, вы ничего не сделаете. Это полный бред думать, что есть какие-то варианты вообще в этой жизни. Если вы хотите расстаться, поймите, что расставаться можно только с тем, с кем ты встречаешься. Если вы уже лежали в постели, это значит, что вы муж и жена. И любое расставание приведет к разрушению вашей судьбы. Поэтому и не надо. Очень-очень тяжело и уже невозможно. Надо жить, пожить отдельно, помолиться. Пожить отдельно. Не запрещается жить отдельно. Да это он, пусть говорит, что хочет. Если вы видите, что вам тяжело с человеком, можете жить отдельно смело. Если он от вас уходит, это его проблемы. Поймите, что вам не надо, вы не обязаны мучиться, понимаете? То есть вы не можете с человеком жить вместе. Живите чуть-чуть отдельно, но не считайте себя, не смотрите на других мужчин, не считайте себя чужой для него. Просто вы в это время в сердце устанавливаете отношения. Вы ему счастье желаете, ниточку к нему пробиваете в своем сердце в это время. Но вы даже не помышляете, чтобы от него уйти. А тебе не хочется? Ну не хочешь, мало ли что хочется у нас. То есть нужно... Вот если у меня рот воняет, а мне не хочется зубы чистить, что тогда? Или кухня грязная, а мыть не хочется, что тогда? Да. То есть нужно настраиваться на то, чтобы сохранить это отношение. А у вас нет вариантов. Даже если ты не имеешь силу, и ты потеряешь свою красоту, и нет желания служить уже. А вида? Без вариантов, да? Поймите, что вам не надо сейчас об этом думать. Вам не надо сейчас об этом думать. Вам не хватает Бога сейчас в жизни. Вам надо думать о Боге, молиться Ему. Вам нужно накопить силы. Вы не перевариваете свою судьбу. Поймите, человек, который рядом с вами находится, он является представителем вашей собственной судьбы. И он ведет себя, как положено с вами вести. Если вы не переварите, у вас не хватает душевных сил. Только всего. Вам надо сейчас уединиться, больше молиться, думать о Боге. И не думать, будем мы вместе. Не думать, Бог сам решит все. А, конечно, спасибо большое. Итак, для мужчин немножко другая ситуация. Мужчины должны понять, что чем больше контактов с женщиной неблагоприятных, тем меньше шансов нормально наладить жизнь. Поэтому мужчина, прежде чем он чувствует себя недоразвитым, у него нет понимания, кем он должен работать. У него нет понимания, что он должен в жизни делать, как ему жить. Ведь у него большие сомнения по поводу создавать ему семью или нет. Он чувствует, не хватает сил на то, чтобы содержать жену и детей. Забудьте про женщин, скрепите зубами. Не надо с ними встречаться, не надо с ними общаться. Вы мучаете их, вы мучаете себя в это время. Займитесь самосовершенствованием честно. Перестаньте думать о женщинах. Просто развивайтесь как личность. Год-два достаточно, чтобы стать сильным, способным ломать горы. Мужчине, если он не думает о женщинах. Но если у вас есть уже девушка, не бросайте. Значит вам надо развиваться рядом с ней. Если нет никого, значит тогда забудьте обо всех. Просто развивайтесь как личность. Знайте, что когда вы разобьетесь, настолько, насколько нужно, девушки в очередь встанут перед вами. Не надо никого искать. Если мужчина чувствует себя одиноким, есть только одна причина, почему это так. Он просто недоразвитый. И все. Как личность. Если он развился как личность, девушки сразу выстроятся в очередь. Им все равно красивый, вы некрасивый. Они не будут смотреть ни на что, кроме вашей ответственности, вашей мужской силы. Я правильно говорю девушке? Женщине нужна только мужская сила. Если он стал аскетичным, сильным, если он развился как личность, нет проблем у него найти себе хорошего человека. Нет никаких проблем. Но если мужчина не развит, и он пытается себе кого-то искать, вот здесь начинается расколбас. Вот здесь он мучает себя, мучает девушек вокруг. Все страдают от него. Поэтому в древней культуре считалось, что мужчина просто должен, стиснув зубы, развиваться до тех пор, пока не разовьется. Развился, пожалуйста, создавай семью, живи с женой, будь счастлив. Не развился, не надо гулять, иначе ты пожалеешь потом об этом. Как? Ну, понимаете, развитость мужчины не означает, что он очень сильный. Развитость означает, что он способен терпеть женские эмоции. Раз. Вот слушайте признаки развитости мужчины. Первый признак развитости – способность терпеть женщину. Раз. Раз. Второй признак развитости – способность принимать свою судьбу. Он не пищит, не скрипит, а просто идет своей дорогой, и все. Два. Третий признак развитости мужчины – это аскетичность в целом жизни. Он не любит слишком много балдеть. То есть он просто… А? Все? Какой вопрос? Че, почему? Один? Почему один? Вот такой сильный аскетичный мужчина, да, развитый. Че, ему не хватает. Почему он один? Такой широтой жизни не ел. Девочку сел. Что нужно делать таким мужчинам? Я знаю, что нужно делать. У него прошлый опыт, очень тяжелый прошлый опыт отношений с женщиной. И он боится просто женского начала. Такому человеку не хватает наставника. У меня есть один такой друг, я два года его готовил к женитьбе. Он сильный, развитый, крепкий, но он боялся просто. Страшно ему было на женщин даже смотреть, что он боялся женских эмоций всего. Хотя он мог и может терпеть. И я его как бы поженил, смог ему дать возможности, то он сейчас счастлив. Такие мужчины обычно, когда уже находят все силы жениться, они счастливо живут, у них нет проблем. И единственный экзамен для них это выбрать себе девушку. Он все время думает, что может это не та и это не та. Где же та? Он у всех видит недостатки. Ему нужно старший, который скажет, вот та. Старший только может дать. Если у вас есть старший. Старший скажет, да. Вы сами не поймете. Старший скажет. Старший человек для вас, наставник скажет, все, вот эту убери девушку. Вы поймете сразу. А если у вас в жизни нет старшего, значит у вас жизнь похожа на жизнь дикого животного. Который скачет непонятно куда. И шансов остановиться в нормальном направлении и скакать нет, мои хорошие. Попытайтесь это понять. Хотя бы просто слушая лекции принимайте наставления. Но это только самый первый этап. Человек должен обязательно найти себе наставника в жизни. Если он его не нашел, значит у него жизнь неустойчива. Без наставника невозможно быть крепким. Потому что когда событие, тяжелая судьба приходит. Тяжелое событие в жизни приходит. Самый разумный человек теряет себя в этой ситуации. Нужна помощь сверху. Нужен кто-то, кто тебе скажет и ты отрезвеешь и поверишь. Иначе шансов нет устойчиво жить никому в этом обществе. Поэтому ищите свой наставника. Наставника можно найти только внутри какой-то веры. Наставник это не Мюнхаузен. Понимаете? Человек должен быть не то, что он там сам по себе какой-то там Дон Кихот Ламанческий. Понимаете? То есть крутой, но ни с кем не связан. Вот. Понимаете? Нужен человек, который находится в традиции. Он должен получать духовное образование сам свыше. У него у самого должен быть наставник. Это возможно только внутри какой-то веры, которую вы себе должны найти и выбрать обязательно. Только когда я эти слова говорю, не думайте, что я вам намекаю на свою веру. Как некоторые говорят в интернете. Поэтому я как бы об этом и говорю вам сейчас. Ваши веры. Найдите ваши. Может быть, но это будет временная ситуация. Нужно, чтобы наставник был в вашей вере. В вашем пути. Утвердитесь в своем духовном пути. Вы все должны этого сделать. Сначала человек выбирает веру, потом наставник. Такой процесс. Если этого нет, устойчивости в жизни нет ни у кого. Особенно у мужчин. А наставника искать не надо практически, потому что он находится сам, когда приходит время. Даже вот наши отношения тоже не случайны. Вам не надо было ничего искать. Точно так же приходит в жизнь старший, который близкие отношения с вами строит. А потом духовник, а потом уже святой человек. Дальше. Это просто развивается. Человек, когда развивается духовно, он получает от Бога все больше и больше возможностей в жизни. Понимаете? Это просто вопрос развития и все. Это не вопрос поиска. Потому что в этом мире все открыто, как женщина думает. Где мне найти себе близкого человека? Вы не представляете, как работают тонкие законы в этом мире. Если вам положен этот человек уже по судьбе, его примагнитит с Дальнего Востока. От печали до радости ехать и ехать. Прилетит обязательно, приедет. Наша встреча не скоро. И так далее. Его примагнитят сто процентов. Вы не знаете, как работают эти законы. Просто станьте достойными того, чтобы выйти замуж. А дальше все произойдет. Что? Если женщина родилась женщиной, это значит, что ей по судьбе уже положено две вещи. Первое – муж. Второе – дети. Если же она не смогла справиться со своей судьбе с этими двумя вещами, тогда она как минимум получает наставника и ребенка на воспитание. То есть она отца получает духовного, как минимум, и ребенка на воспитание, если она захочет развиваться дальше. В этом мире нет одиноких людей, есть просто неграмотные люди и все. Объявление у нас, минутная пауза. Завтра будет бизнес-семинар на тему «Как сохранить бизнес в условиях кризиса». Желательно приходить бизнесменам или деловым людям, которые как бы хотят именно сохранять бизнес, а не семью. Потому что если вы там мне про семью будете спрашивать, там будет не время. Также хочу сделать объявление, что 16 декабря будет у нас долгожданное мероприятие. Я с радостью и любовью приеду к вам, и мы будем вместе встречать Новый год. Встречать означает благословлять друг друга в данном случае. И будет спектакль моих очень дорогих соратников «Я счастье», продолжение предыдущего спектакля «Я счастье-2». И там будет говориться о мире в отношении между мужчиной и женщиной. Я буду говорить о мире во всем мире. То есть мы с вами будем настраиваться на то, чтобы не было войны. Надо всем собраться, всем вместе 16 декабря и помолиться, пожелать всем счастья, вот так вот настроиться, чтобы год прошел хорошо. Договорились? Найдите время. Дальше у нас есть благотворительный фонд «Пища жизни», который кормит бездомных, занимается поддержкой, здоровый образ жизни. Пожалуйста, помогайте, это честные люди, они будут вас обманывать. Есть один замечательный человек, Владимир Георгиевич Жданов. Это мой близкий друг, соратник, который борется за то, чтобы наша страна была трезвой. Ей этот проект называется «Общее дело», поддержан президентом страны, духовником Путина Владимир Владимирович. Поэтому участвуйте в этом проекте. Благотворительный фонд «Настенька» открыл сбор на трансплантацию костного мозга для 6-летнего Антона, который болеет острым лифобластозом, то есть раком крови. Помогайте. «Спешите делать добрые дела». Я говорю вам главные самые вещи по поводу создания семьи в крупном городе. Крупный город означает много беготни и мало возможностей и для мужчин, и для женщин. Но крупный город также означает очень много возможностей для духовного развития, и также много возможностей и для мужчин, и для женщин. Если человек ломает жизнь вспять, если он не поддается на эту беготню, а начинает все-таки притормаживать и пытаться видеть людей, видеть природу, даже в метро, везде пытается любить всех вокруг, а не бежать дальше, тогда с этого момента его жизнь кардинальным образом будет меняться, потому что возможности в Москве меняться колоссальные. Здесь очень много и духовного развития, и нравственного развития. Есть много различных школ, систем, методик, которые вам будут помогать. Просто остановитесь. Самая большая проблема в Москве – это тормозить. Все сильно разогнались, понимаете? Нет времени, нет возможностей, нет сил. Нужно останавливаться, тормозить везде. В метро тормозить означает всех любить. На работе тормозить означает слушать параллельно с работой хотя бы духовную музыку, наушничек вставлять хотя бы в одно ухо. Понимаете, тормозить означает больше контакта с духовностью, больше контакта с благостью, и тогда ваша жизнь перевернется вся. Вы сами не заметите, как все пойдет в нужном направлении. Итак, Москва дает трудности, когда человек уходит в аут. Он еще больше будет в ауте, чем везде. И если человек выходит из аута, у него больше возможности побеждать здесь. То есть Москва – это город сильных людей. Здесь нельзя быть слабым. Никогда не сдавайтесь. В этом городе нельзя сдаваться. Что делать, если близкий человек тебя не понимает или не любит? Ничего с ним делать не надо. Основная проблема заключается в том, что люди всегда начинают делать выводы. Это идет просто из самой природы души. Она не может жить без любви. Когда любви не хватает с близким человеком, значит, надо его коцать. Потому что без любви-то жить невозможно. Если близкий человек вас не любит, это прямой знак того, что у вас мало любви в отношениях со святостью. Поймите, самая настоящая сила чистоты и счастья и глубины идет только от Бога. А близкие люди только нуждаются в нашей любви. Если близкий человек вас не любит, есть только одна на то причина, только одна. У вас не хватает энергии любви, и это значит, что вы ее недостаточно получаете в себя. Вот и все. Только эта причина. Больше нет никакой другой причины. Как только он от вас энергию любви начнет получать, а почему он сейчас вдруг резко начал меньше получать? Потому что такой период астрологический. Бывают периоды, когда по судьбе, когда человек холодным становится. От него холод исходит, и любви нет. И человек не чувствует любви, понимаете? И поэтому он страдает. Начинает сам как бы искать себе что-то другое в жизни. И это от нас не зависит. То есть приходит время от нас, то тепло идет, то холод из сердца. И мы не можем с этим ничего сделать. Так устроена жизнь человеческая. Вот у кого сейчас чувствуете близкий человек уходит из вашей жизни? Вот, правильно. Вот. У всех из сердца. Да. У вас уже все возвращается. Уже пошел хороший период. Нет, вот сзади девушка. Да, вы, вы, да. Да? Лучше становится уже. Да не вы, а вот так сзади. Он пишет и звонит. Запомните правило номер один для женщины. Если рыбка клюет, тянуть. А там разберемся уже, кого тянем. Тянуть? Сейчас покажу. Вот так. Улыбочками, добрыми словами. Пускай сам все решает. Вы как бы думаете, что он меня замуж-то не берет, если пишет. Рыбки бывают разные. Бывают большие, большие, бывают маленькие. Каждую рыбку надо тянуть по-разному. Вам же головастик не нужен, он заклатывает сразу, раз, выдергиваешь и все. Большая рыбка никогда сразу не подплывает. Ее надо то туда тянуть, то сюда. Постепенно, медленно, все ближе, ближе. Понимаете? Нормального мужика никогда окоп в сачок не поймаешь. Нужно как бы просто молиться Богу, с ним в отношения строить, счастье получать от Бога. А мужику подмигивать. Да, 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 я тебя там люблю, пиши, давай все. Ну да вот, пожалуйста, встречаемся. Но опять же не сильно не прыгайте сразу на него там. Женщина это ошибка, понимаете? Никогда женщине не нужно прыгать на мужчину. И никогда не нужно к себе подпускать. Правило номер один. Всегда делать вид очень с любовью, ласково и на дистанции. Все. Будет добиваться. Я смогу, я клятую не буду стараться изо всех сил. Все, я тебя возьму замуж там. Все. Посмотрим. Посмотрим. А? Ничего страшного. Опять улыбаетесь. Вторая попытка. Олег Геннадий. Можно вопрос. А если переписка происходит в интернете и как-то человек, он вроде общается с тобой с другом в интернете, а она всегда не задает? Это значит, что вам надо переписку приостановить. Женщина контролирует ситуацию. Не остановить ее совсем, а приостановить. А вы опять приостанавливаете. Рыбку нужно всегда отпускать чуть-чуть, потом подтягивать. Я на стороне любви. Самое главное, верьте в свои силы. Вы женщина, на вашей стороне любовь находится. Вам надо поэтому всегда знать, что если мужчина наглеет, чуть-чуть подальше от него. Не бойтесь. Не бойтесь его чуть-чуть дистанцировать. Это нормально. Это хорошо. Он сразу раз пытается добиться. Если он вам предложение не делает, значит он еще не уверен в вас. Но чтобы он был уверен, вам надо стать сильнее его. Есть только одна причина, почему мужчина женщину берет замуж. Потому что она сильнее его в отношениях. А сильнее быть в отношениях означает чуть-чуть дистанция и всегда добрые отношения. Пожалуйста, да, хорошо, но вот так. Понимаете? И если он не пишет, то слава Богу, ничего страшного. Отлично. А если он не обманывает, то вообще можно вместе не общаться с ним. И сказать ему еще раз обманешь и вообще не будем общаться. По-доброму. Если близкий человек тебя не понимает или не любит, это значит, что у тебя изнутри недостаточно энергии любви. Единственное, что нужно делать, это молитва и наполняться силой. Если вы не молитесь, не наполняетесь силой, не сможете вы пробить эту броню. Не сможете, у вас не будет возможности. Это ваша судьба так действует, что от вас оттягивает человека. Нужно молиться. И какие признаки того, что вы побеждаете? Признаки такие. У вас в сердце появляется способность хорошее отношение с этим человеком строить. Несмотря на то, что он по отношению к вам холоден. И потом дальше вы будете этот холод топить сами и сами его примагничивать. И вам будут скажут, зачем вообще такая жизнь нужна, что мы должны человека насильно примагничивать себе. Это не насильная вещь. Надо понять, что эта жизнь так устроена, что если мы сами не позаботимся о себе, никто о нас не позаботится. А сам себе позаботится человек только через молитву. Накопили силу, приближайтесь к близкому человеку. Холод в нем, ничего страшного, появится тепло. Надо верить в отношения. Надо верить, что Бог дал именно моего человека. Не надо сомневаться в Боге. Идем вперед, дальше строим отношения. Поражение испытали, дальше движемся и так далее, пока не будет полной победы. Поймите, если человек не ваш, то это сразу все будет понятно. У вас сердце остынет к нему, и он сам уйдет, отвалится. Вы даже не заметите, как это произойдет. Поэтому об этом вообще не надо думать. Если человек не ваш, это все так и все растворилось. Само. Не надо об этом думать. А если человек ваш, то никуда он не денется. Будет писать, мучить вас. Значит, ваш, все нормально. Продолжайте. Судьба отвела, но у вас легкость будет, спокойствие в сердце. Нет проблем. А если треугольник, значит, не хватает совести. Совести. Надо больше молиться и ближе к Богу быть. Если вы далеко от Бога, тогда вы не можете жить так, чтобы не было измен, потерь и разврата. Даже в ущерб вам, а не вы в ущерб кому-то делаете. Нужно быть ближе к Богу, тогда будет гарантия, что к вам будут относиться с вами честно. Гарантия всегда бывает только у тех, кто совесть свою наружу выводит в молитве. Все остальные такой гарантии иметь не будут. А если человек неверующий, как выбрать веру, чтобы молиться? Повторяйте, я желаю всем счастья. Не надо выбирать веру, она выберется со временем. Ее надо изучать. Изучать, значит. Я желаю всем счастья. Повторяйте. Настраивайтесь. Молитва означает пробивать, в одну точку бить. Это деятельность разума. Послушайте мой семинар «Победа над трудностями судьбы». Хорошо? В браке. А? В браке. В браке. В браке. В браке. Я не хочу вам говорить о себе вообще ничего. Потому что в современном обществе, когда старший рассказывает о своих трудностях, это вызывает только две вещи. Первое – сплетни. Второе – разочарование. Я уже пробовал это делать. Сейчас в интернете, лет десять назад я что-то сказал. До сих пор все висит и до сих пор мусолит. Понимаете? Потому что люди не способны принимать старших. И опыт жизни, их потери, их поражения не способны сейчас в современном обществе. Поэтому старшему нет смысла говорить о своих ошибках. Это всегда приводит только к плохому, негативному результату. А я могу сказать о своих ошибках только тому, кто из вас честно станет правильным младшим. Кто из вас способен будет меня принять как старший, я ему все расскажу о своей жизни. Но, знаете, публично я это делать больше никогда не буду. Потому что мне уже плюнули много раз в лицо за это. И я больше никогда, понимаете, второй раз на грабли наступать глупо. И теперь кто мне задал вопрос? Про брак. Про брак. Нет. Кто? Нет. Ручку поднимите, я не вижу. Про брак нет. Знаете, что вы этот вопрос задали только по причине того, что вы во мне сомневаетесь. Этот вопрос... Нет, нет, этот вопрос не из интереса возник, а из ваших сомнений. Только из них. Поверьте мне сто процентов. Потому что те, кто обо мне не сомневаются, они такие вопросы мне точно не задают. Точно не задают. Если он сам не пришел и не сказал, женюсь, какие могут быть сомнения, значит он не готов. По двум причинам. Вопросы сейчас больше не будет вопросов. По двум причинам он не готов. Первая причина, он не созрел как личность. Вторая причина, он не способен еще понять до конца, хочет он с вами быть или нет. И то и другое означает ваш объем работы. Вы должны трудиться над собой и делать его сильной личностью и создавать у него веру в семью. Свои силы вы это должны делать. Понятно, да? Это женская сила это делать. Нет, нельзя. Нет. Попозже. Как бороться со склонностью изменять? Невозможно эту склонность победить, потому что она возникает в результате неудовлетворенности. Понимаете, когда у человека нет глубоких отношений, нет верности, нет веры в глубине, нет этой чистой любви, которую вот действительно надо почувствовать когда-нибудь в своей жизни. Склонность изменять это всего лишь просто попытка как-то снять себе вот это напряжение нехватка любви. Фактически, человек этот краник открывает, нижний краник открывает только по той причине, что ему не хватает верхних краников. Понимаете? То есть, человек изменяет только по той причине, что у него не хватает возможности любить по-настоящему в жизни. А без любви никто жить не может, поэтому человека тянет, 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 потом хрясь, сорвался. Понимаете? Поэтому есть только один способ не изменять. Только один способ. Это анализировать судьбы тех, кто изменял. Надо изучать эту тему, серьезно смотреть, как течет их жизнь. Если вы увидите, как текут судьбы тех, кто изменяет, вам никогда не захочется идти этим путем. Я знаю точно, как это происходит, можно целую лекцию на эту тему прочитать, поговорить. Но знайте, это всегда кошмар. Этот кошмар, причем начинается всегда очень сладко. Например, если женщина бросает мужчину, мужа, она сразу же себе находит хорошего человека. Сразу же. Вопрос заключается в том, что она не может с ним установить близких отношений. Она мучается, чувствуя, что она не может до конца отдать ему свою жизнь. И в этих мучениях проходит вся ее судьба. Если мужчина бросает, он тоже легко находит себе девушку. Но проблема заключается в том, что эта девушка не почувствует в нем того человека, который станет ее судьбой. Или почувствует только через раскаяние. Конечно, все меняется. Конечно, если вы раскаялись, прошли этот путь раскаяния, все семья, как Бог дает возможность новую семью создать. Но поймите, что это раскаяние длится долго. И когда человек это все сделает, ему бросать кого-то еще раз, понимаете, больше как бы цены платить, чем мучиться в этих отношениях. Вы пытаетесь это понять, что вот этот путь бросать, он кошмарный по своей природе. Потому что он соткан из одних только жестей, понимаете. Обычно мужчина, который жестоко бросил, заканчивает тем, что его бросает какая-то девушка. Очень твердая и решительная. Понимаете, чаще мужчина просто идет по рукам. Когда мужчина бросил, он становится слишком гордым для того, чтобы жить личной жизнью. И он начинает то одна, то вторая, то третья, то пятая, то десятая. И ему же надо оправдать, зачем он эту бросил свою жену. Он должен найти что-то лучшее. Лучше найти невозможно в этом случае. Потому что хорошие девушки приходят только к чистым людям, а не запятнанным таким поведением. Поэтому это кошмар, понимаете. Бросать человека это кошмар всегда. Поэтому в древней культуре всегда считалось лучше принять свою судьбу и ее переварить в молитве. И постепенно с этим человеком сделать счастливую жизнь. Часто люди думают, что с этим невозможно. Он такой кошмарный, плохой. Это все полная иллюзия на самом деле. Вот Бог дал человеку, вы с ним очень счастливой можете быть. Или счастливым, если вы сдадите свои экзамены. Вот, допустим, мужчина считает, что с этой девушкой нельзя быть счастливым. А я вижу, она настолько глубокая, настолько она чистая и возвышенная. И так как он не понимает ее такой, поэтому она и страдает. Поэтому только одна причина. Все разрушено, поживите отдельно. Если вы видите, живете отдельно, ничего не соединяется, все пошло, пошло, пошло расходиться. Ну, раскаетесь и дальше идите. Но понимаете, никогда не бросайте никого. То есть, если все плохо совсем, поживите отдельно. Помолитесь, не считайте, что вы бросили человека. Считайте, что вы с ним в сердце. Понимаете? Попытайтесь понять такую вещь, что если вы не можете быть вместе, всегда есть только одно правило. Поживите отдельно и будьте вместе в сердце. Пробивайте свой путь. Сначала успокойтесь в сердце. Раз. Потом дальше отдавайте ему. Попытайтесь почувствовать человека в молитве. Отдавайте им ниточку, восстанавливайте сердце. Два. И третье. Попытайтесь потом дальше поменять его отношение к себе через молитву. Три. Если вы видите, что это не получается, совсем у вас нет сил, и человек улетел. Ничего страшного. Бог вам даст следующий шанс. Но понимаете, всегда старайтесь сохранить отношение любой ценой. Просто не надо мучиться в отношении. Тяжело, невыносимо дистанция. Дистанция не означает разруха. Как другая семья? Другая семья, значит, все потерянный человек уже. Да. Чистые светлые отношения с ним установить в молитве, чистую светлую память об этом человеке, как только установите, вас отпустит сразу от него. Сразу отпустит и все нормально будет. Как бороться со склонностью изменять? У нас просто лекция кончается, а я должен все темы осветить. Надо понять такую вещь, что когда вы почувствуете нить незримую друг с другом и чистоту и верность в отношениях очень глубокую, склонность изменять пропадет. Хотя мужчине всегда будут нравиться другие женщины, но он будет понимать, что они все равно ему не дадут то, что у нее есть с женой. Вот эту чистоту и возвышенность никакая женщина больше дать не может, потому что на это надо положить годы отношений и жизни, чтобы вот эту сладость чистоты и верности испытывать. Понимаете, да? А женщина будет видеть, что много мужчин лучше, чем мой муж, таких более серьезных, правильных, но все равно этот человек мне ближе и дороже. Понимаете, да? Ну то есть верность, она дает безвозвратная способность быть вместе на всю жизнь. Больше того, если люди в этой жизни абсолютно чистые и светлые отношения развивают, они также остаются вместе и в следующей жизни. Они могут потом счастливы и дальше жить друг с другом. Бог их не разлучает. Они находят друг друга потом дальше. Но если вы не достигли этого, то измены в нашем обществе неизбежны. Понимаете, не надо себе давать гарантий никаких, что ваш близкий человек вам не будет изменять. Но это также не значит, что он обязательно будет изменять. Просто если это произошло, есть только один выход — это прощать и жить дальше вместе. Переварить это все и жить вместе, понимая, что настоящей измены быть не может. Потому что измена — это очень поверхностные отношения. Люди часто вот эти половые отношения считают чем-то очень потрясающе важным и глубоким. Это все очень поверхностные вещи. Понимаете? Человек не может глубоко строить отношения, просто наслаждаясь чьим-то телом. Это не глубокие, это очень поверхностные отношения. Они грязь дают в жизни, да, грязь. Но эту грязь вы заслужили, мои хорошие. Если вы правильно к человеку относитесь, он не будет изменять. Измена — это крайний случай, это уже почти разрушена семья. И не надо дальше ему пинка еще под зад давать. У нас же нет такого, чтобы человек заболел, его добивают потом. Измена означает, что он заболел, понимаете? А вот простить с помощью молитвы надо прощать. Надо с Богом отношения строить, и прощение — это не вы прощаете. Это просто Бог дает вам силы очистить отношения после наказания. Его измена — это ваше наказание. И когда вы с Богом отношения строите, накажение в какой-то момент проходит, и у вас наступает мудрость, вы понимаете, почему так произошло. Начинайте с ним правильное отношение строить, он потом раскается на ваших глазах. И когда он раскается, у вас сердце вообще отляжет. Вы подумайте, на самом деле, не только он изменял. Вы на самом деле вспомните, когда вы сами очиститесь, что не только он изменял. Потому что человек своих измен никогда не помнит. Я надеюсь, что вы поняли, о чем я говорю. Вы ошибаетесь. Ошибаетесь. Измены бывают разные, не обязательно в постели. Измены также означают дружба с мужчиной, близкая дружба с чужим мужчиной — тоже измены. А потому что дружить можно только с мужем. Когда женщина дружит с мужчиной, она тонкий секс не устанавливает в отношении тонкого секса. Всегда так. Не бывает дружбы между мужчиной и женщиной. Муж может быть наставником, но квалификация наставника — не смотреть на женщину, как на красивую. Смотреть на нее, как на дочь. Деловые отношения могут быть, но они очень дистанционные. Они такие деловые могут быть между мужчиной и женщиной. Но вы понимаете, чем отличаются деловые от флирта? Они всегда могут во флирт перейти, и этот флирт означает дружба, устанавливается дружба. Они друг с другом начинают. Су-су-су-су-су-су-су-су. Это означает балдеж. Наслаждаются друг другом. И в этом ссу-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-с То есть это и есть измена. Конечно. И если ты не порвала такие отношения, тогда результат вот такой. Потом на его уже измена происходит. Потому что, чтобы вы знали, телесная измена, она на самом деле менее опасна, чем измена в разуме. Когда ты близкие отношения с чужим мужчиной строишь, советуешься с ним, ты уже изменила свою мужу 10 раз. И если он там с кем-то переспит, это очень маленькая доля того, что ты сделала по отношению к нему. А советоваться можно только со старшими. А если вы хотите с равными иметь отношения, тогда с женщиной, пожалуйста. Если мужчина старше, он квалифицирован с вами вести себя правильно. А как прервать отношения? Прервать всегда все очень просто. К обеду не жди твой песик. Симочку в телефоне меняйте, всех, кого надо, предупреждайте, кого не надо, нет. Смс-очку до этого написали, что все, мы не будем общаться. Это тонкий секс. Пусть разбирается. А если женщина... Сегодня такая лекция, уже по 5 человек сразу спрашивают. Все нормально, вы успокойтесь, что вы так беспокоитесь. Расслабьтесь. Жите глубже. Как быть ближе друг к другу в следующий раз? Как быть ближе друг к другу? Я уже об этом говорил. Есть только один способ быть ближе друг к другу. Это быть ближе к Богу. Чтобы быть ближе друг к другу, надо почувствовать чистоту человеческую. А чистоту невозможно почувствовать, потому что мы нуждающиеся. Мы хотим чувствовать друг от друга только балдеж. Мы хотим наслаждаться друг к другу. Я понимаю. Пора заканчивать. 5 минут. Поэтому есть только один способ быть ближе друг к другу. Это учиться наполняться изнутри чистотой божественной. Изнутри наполняться и отдавать его близкому человеку. Отдавать. И тогда его чистота выйдет из тайны, из тайника. И ты ее почувствуешь, увидишь. Тогда ты станешь ближе к нему. Когда увидишь в нем чистоту в близком человеке. Другого способа нет. Ближе. Я вам хочу сказать следующее. Я вообще вам очень благодарен за то, что вы все хотите меня что-то спросить. Я, к сожалению, не смогу просто физически ответить на все ваши вопросы. Не смогу. Я еще сейчас поотвечаю там после лекции. Но я хотел бы, чтобы вы все-таки учились в молитве понимать, получать знания в молитве. Потому что это элементарная вещь. Когда человек повторяет молитву или я желаю всем счастья, слушая голос возвышенного человека. Первое, что приходит в сердце – спокойствие. Второе, чувство, что я могу победить свою судьбу. Третье, знание. Чувство, вот как надо действовать. Приходит через сердце. Всегда к человеку. Когда он чуть-чуть потрудился своим сердцем. Сам. Сам. А ваше желание получить ответ на вопрос, оно как бальзам. Оно успокаивает, но это временный укол. Потому что через три дня у вас опять новый вопрос появится. Я на него уже ответить не смогу. Это временное впрыскивание, понимаете. Каждый человек в свое сердце каждый день должен впрыскивать знания. С помощью своей внутренней духовной жизни. Поэтому давайте вот этим как раз сейчас и займемся. У нас еще чуть-чуть есть времени. Все сели прямо. Спасибо. Сегодня включим эдическую музыку. Будет петь вино Тагровал. Петь о том, что я иду к тебе, мой Господь. Я иду к тебе. Потому что это единственное, куда мы должны идти в этом мире. Это самое главное. И это дает победу над всеми проблемами. Внимательно слушаем голос и вместе с ним повторяем. Если у вас есть мучая, какое-то желание внутреннее, надо его забыть во время этого повторения. Думать о других людях, желать им счастья. Когда вы забудетесь в молитве, у вас появится спокойствие внутри, твердость внутренняя. И тогда можно тихонечко в память пустить то, что вас мучает. И постепенно оно будет таять. Но если вы сильно на этом сосредоточьтесь, тогда у вас победы не будет, потому что вы будете пытаться своими силами это делать. А это поражение. Надо свои силы направить на Бога, думать о Нем, для Него жить. А Он будет жить для вас. Вам решать ваши проблемы. Думаем о Святом Человеке, о Возвышенном Человеке. Мы повторяем для всех «Я желаю всем счастья», забываем про свои проблемы, вспоминаем про свою силу души и думаем только о ней сейчас. А потом, когда она утвердится в сердце, с помощью слушания, слушания голоса Возвышенного Человека, тогда можно чуть-чуть в память пускать проблемы. Теперь ошибки. Если вы зеваете, значит недостаточно слушать и углублять слушание. Если вы чувствуете, что эмоции переполняют недостаточно, желайте счастья другим людям, думайте слишком много о себе. Если вы сильно обрадовались, вам хорошо стало, забыли желать всем счастья, тоже неправильно. Обрадовались, отдавайте радость другим, иначе она у вас внутри не останется. Другими словами, погружайтесь в этот процесс молитвы. Дольше, дальше, дальше туда идите вперед. Когда вы будете читать дома молитву, есть несколько тоже замечаний, которые я бы хотел сказать. Читайте только одну молитву. И не надо читать много. Молитва должна быть достаточно короткой. Она должна быть лучше всего для Бога и о Боге. Например, Богородица, Дева, радуйся. Не про себя молюсь, а про тебя. Тебе радуюсь. Тебя радую своим действием. От себя отвлекся. Когда человек просит чего-то своего от Бога, это тоже хорошо, но это более низкий уровень молитвы, дающий меньше результат. Потому что, когда человек просит для себя, то он таким образом пытается насилие над Богом совершить. А надо Богу дать самому возможность действовать, понимаете? Забудьте про себя и начните думать о нем, а он будет думать о вас. Вот такая техническая система. Следующее правило. Не двигайтесь во время молитвы. И делайте это с утра всегда старайтесь. Нет возможности, там другое дело. Но вот так лучше всего делать. Не молитесь в одиночку. Всегда включайте голос. И сначала слушайте его, потом себя. Когда голос войдет в сердце, от его имени начинайте и сердце повторять. Всегда человек побеждает судьбу только в отношениях с кем-то. Очень трудно самому это сделать. Все. Слушайте. Я...